Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы продолжим разговор об эффективной организации работы в команде и о том, как нам могут в этом поспособствовать task-менеджеры. Мы уже разобрали Асану, сегодня на очереди Basecamp. Заходим на Basecamp.com, попробовать бесплатно. Можно использовать свой аккаунт Google. Несколько коротких вопросов, приветствие от Джейсона Фрида с благодарностью и, окей, давайте посмотрим наконец мой аккаунт. Basecamp сразу извещает, что есть приложение под Android. Пока нас это не интересует, нас интересует интерфейс. В Асане он показался дружелюбнее. У нас есть AdminLand, то есть земля администратора, почти как земля Санникова. И тут нас ждет первое разочарование – Basecamp платный. У нас осталось 30 дней триала, а потом 1000 долларов в год. Ну ладно, для большой компании, конечно, это не деньги, поэтому продолжим путешествие по земле администратора. Здесь перечисляется, что может делать администратор и что владелец. На самом деле достаточно много и тот и другой. Так, что еще в интерфейсе? Последняя активность по всему аккаунту. Тут отражается все, что произошло. Есть Pings, то есть место, где можно поговорить с кем-нибудь один на один. Это удобно. Есть Hey. После того, как что-то произойдет, приходите сюда почитать сообщения, комментарии, назначения и так далее. Есть Campfire, то есть лагерный костер. У них это звучит по-доброму, типа Boy Scout. У нас, к сожалению, другие коннотации. Видите, здесь есть Campfire, где вы можете обратиться ко всей команде сразу. Есть доска сообщений, тоже как в пионерском лагере. Взяли стикер, написали, люди прошли мимо, почитали. Интересно, да, игра. Можно даже похлопать в ладоши в Ове. Есть автоматические чекины, запросы отчетов. Что вы будете делать на этой неделе, над чем вы работали сегодня. Запросы дублируются на почту и, по идее, человек должен отчитываться. А машина, она бездушная, присылает каждый день в 17.00 вопрос и все, тут суди пиши. А последняя закладка в основном меню – это отчеты. Что просрочено, что приближается к дедлайну, какие новые задачи появились или что сделано. Так, что у нас просрочено? Ничего. Наша команда превосходно пишет Basecamp. Вот он путь к совершенству. Просто не нужно ничего делать и не будет просроченных заданий. Это нужно учесть. Так, ладно, возвращаемся на главную. Тут есть еще мое снаряжение, мои назначения, закладки, черновики и моя активность. Вот, интерфейс разобрали. Вполне удобный. Много всяких функций, но уж очень ненатурально все. Игрушечки и зефир на костре. Ладно, давайте создадим команду, проект и назначим какие-нибудь задания. Но сначала добавим логотип организации. Есть. Теперь новая команда – Video Production. Тут вся основная информация по команде. Ну, то есть локальный и лагерный костерок. Давайте вышлем Invite. По традиции в команде нас будет двое – я и второй я. Второй я получает сообщение на почту и присоединяется к команде. Видите, в AdminLand у него нет никаких прав. Всем заправляю я. Возвращаемся ко мне первому и главному. Ну и давайте дадим мне второму, например, права администратора. Хорошо. Теперь создадим проект. Комфайя создали, назначили сотрудников и… и я не понимаю, чем это отличается от команды. Теоретически команда должна вести несколько проектов. То есть они должны быть связаны с командой. А тут, в принципе, одно и то же. Что там есть Комфайя, что здесь есть Комфайя. Соответственно, задачи, календарь и отчеты – одно и то же. Только называется одна команда, другой проект. Ну, ладно, забыли. Все, создаем первое задание и смотрим, что получается. В нем создаем подзадание, назначаем ответственного и дату сдачи. Так, еще одно подзадание – все. Теперь в календаре у нас появились новые задания на февраль. Ну и давайте напишем что-нибудь на доске сообщений. Вот. У меня, видите, появилось первое назначение. И одного человека назначил я. Ну вот такой у нас получился базовый лагерь. Лично мне Basecamp нравится меньше, чем Asana, но тут все индивидуально и я ни к чему вас не призываю. Все, любите друг друга, выбрасывайте коробочки с разноцветными стикерами и используйте современные технологии в организации своей работы. У нас на очереди еще один таск-менеджер под названием Trello, поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...